итак видите с одной стороны опасность есть в том что я развиваюсь духовно для моей семьи а с другой стороны опасность есть том что мой близкий человек развивается духовно и там и там есть опасность никто не застрахован что мы начнем развиваться в разных направлениях поэтому прежде чем работать над своим характером а работать над своим характером означает развиваться духовно это одно и то же просто разные стадии есть пожалуйста прежде чем это делать убедитесь что между вами вашим близким человеком и вами полное доверие полное взаимопонимание и каждый шаг своей работы над собой согласуйте с ним если он против чего-то значит ждите благословений никогда не идите вперед своего близкого человека слишком сильно если он вам что-то разрешают в рамках этого разрешения действуйте никогда не выходить за эти рамки потому что иначе это приводит к хаосу во всех отношениях и не думайте что вы если начали развиваться духовно и при этом вы разрушает свою семью что в этом случае ваше духовное развитие богу очень нравится поверьте мне нет потому что внутреннее развитие человека характеризуется его внутренней жизни внутренняя жизнь характеризуется его любовью близким если ты близких не любишь нет никакой внутренней жизни вся твоя духовная жизнь это просто показуха просто показуха или желание как-то решить ситуацию своей жизни независимо от жизни своих близких любовь стоит выше всего любовь стоит выше принципом допустим приз принцип не есть мясо разрушает любовь нельзя оставьте любовь семье ставки любую принципы стоит ниже любви всегда не будьте фанатиками любовь выше всего оставляйте отношения все остальные принципы надо так делать чтобы они согласовывались близкими людьми это очень опасно не согласовывать очень опасно